48 глава книги пророка Изекииля Подли границы Асира от восточного края до западного — это один удел Нефалиму. Подли границы Нефалима от восточного края до западного — это один удел Ефрему. Подли границы Ефрема от восточного края до западного — это один удел Рувиму. Подли границы Рувима, от восточного края до западного, это один удел Иуде. А подли границы Иуды, от восточного края до западного, священный участок, шириной в двадцать пять тысяч тростей, а длиною, наравне с другими уделами, от восточного края до западного, среди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет двадцать пять тысяч, а шириной в десять тысяч тростей, и этот священный участок должен принадлежать священникам. К северу двадцать пять тысяч и к морю в ширину десять тысяч и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину двадцать пять тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. — Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня и святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела двадцать пять тысяч в длину и десять тысяч тростей в ширину, вся длина двадцать пять тысяч, а ширина десять тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные пять тысяч в ширину с двадцатью пятью тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместе. Город будет в средине. И вот размеры его. Северная сторона — четыре тысячи пятьсот, южная сторона — четыре тысячи пятьсот, восточная сторона — четыре тысячи пятьсот и западная сторона — четыре тысячи пятьсот тростей. А предместе города к северу 250 и к востоку 250 и к югу 250 и к западу 250 тростей. А что останется из длины против священного участка, 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу, против священного участка, произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок в 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины, четыреугольный, выделите в священный удел со включением владений города, а остальное князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до западной, до восточной границы участка, и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с этими уделами, удел князю. Так что священный участок и святилище будет в средине его. И то, что от владений львицких и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Подли границы Симеона Подли границы Симеона От восточного края до западного Один удел из Сахару Подли границы из Сахара От восточного края до западного Один удел Завулон Подли границы Завулона От восточного края до западного Один удел Гаду А подли границы Гада На южной стороне Идет южный предел от Тамары К водам пререкания при Кадисе Вдоль потока до Великого моря. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот. Ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровой одни, ворота Заволоновы одни. С морской стороны меры четыре тысячи пятьсот. Ворот здесь трое же. Ворота Гадовые одни, ворота Осировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом восемнадцать тысяч. А имя городу с того дня будет Господь там.